Торжественное открытие аллеи героев началось с возложения цветов. Герои Советского Союза Виктор Фокин, Павел Полковников, Борис Самсонов, герои соцтруда Трофим Лысенко, Мария Сахарова, Иван Кухарь и, конечно, легендарный первый председатель колхоза имени Владимира Ильича Иван Буянов. Горкинская земля богата талантливыми и незаурядными людьми. Известных имена и далеко за пределами нашего края. Так внучка Ивана Буянова Светлана Слешина постоянно встречает людей, которые, слыша фамилию Буянов, говорят спасибо. Детушкина судьба и жизнь его, она удивительная. И вот я где бы ни находилась, хотя его уже не было столько десятилетий в живых, но совершенно в самых неожиданных местах, узнавая просто откуда я, вдруг люди начинали спрашивать. А вы не слышали, там говорят, уж очень какой-то удивительный человек жил, какой-то уникальный человек жил. Я не только слышал, я вот еще внучка. И у людей было совершенно неподдельное изумление и радость. Многие собравшиеся знали героев земляков лично. Почти полвека проработала в колхозе имени Владимира Ильича Раиса Савельева. Женщина признается, что трудиться под руководством Ивана Буянова, а потом Ивана Кухаря было честью для нее. О тех временах она помнит до сих пор. Мне посчастливилось. Оба председателя честные люди. Они строгие, они требовательные, но они заботились о людях. Честные люди. Не воровали. Буянов ходил на одну пуговицу пальто, и Иван Иванович такой был кухон. Иван Иванович тоже такой честный. На информационных стендах разместили биографии горкинских героев. За сухими фактами и цифрами скрываются удивительные судьбы, достойные киноленты. Всех этих людей, кроме незаурядных человеческих качеств, объединяет одно – любовь к своей малой родине. Роднит это чувство и всех, кто пришел на открытие. Помимо дружеских бесед и приятных воспоминаний, настоящим подарком для гостей стала только что изданная книга «О чем молчит Каширская дорога». Очень рады мы, что устроили такой нам праздник для нас. Довольны то, что вы нам… что это не забыто. Понимаете? Что это все будет продолжаться. Что память о наших дедах и родителей помнят. Впрочем, сегодняшнее мероприятие – только первая страница в истории аллеи героев. В будущем ее планируют благоустраивать и, конечно, расширять. Ведь достойных людей на Горкинской земле хватает. Уже после сегодняшнего открытия люди ко мне подходят и говорят, а вот еще об одном герое нужно, еще о другом герое нужно сказать. Поэтому, конечно, есть перспектива, есть куда развиваться. Много идей, надо их воплощать. Представители власти всегда открыты идеям и пожеланиям местных жителей. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.